12 февраля 1985 года Центр управления полетами потерял связь с орбитальной станцией Салют-7. На тот момент станция совершала полет в автоматическом режиме. Что именно произошло на борту с Земли, установить не представлялось возможным. Исключили только возможность полного разрушения станции. С помощью оптических средств системы противоракетной обороны Салют-7 воспринимался как цельный объект. С вами в Техно-2 и сегодня мы восстановим всю историю и хронологию событий и ответим на главный вопрос о том, как это было на самом деле. Выведенная на орбиту в апреле 1982 года станция Салют-7 была последним словом инженерной мысли своего времени. Она представляла собой второе поколение проекта – долговременная орбитальная станция ДОС. Эксплуатационный ресурс Салюта-7 был рассчитан на пять лет. В начале 80-х Советский Союз за счет орбитальных станций стремительно отыгрывался за отставание в космической программе, возникшей после проигранной лунной гонки. Американцы плотно застряли в программе Space Shuttle, которая не обеспечивала нахождение на орбите в течение продолжительного времени. В октябре 1984 года экипаж третьей основной экспедиции Салюта-7 в составе Леонида Кизима, Владимира Соловьева и Олега Атькова довел рекорд продолжительности одного космического полета до фантастических по тем временам 237 суток. И вот теперь, за два года до истечения планового ресурса, станция превратилась в груду мертвого металла, несущегося по орбите. Вся пилотируемая программа СССР оказалась под угрозой срыва. Среди специалистов было немало тех, кто считал ситуацию неразрешимой и предлагал смириться со случившимся, но большинство поддержало другой вариант – отправить на Салют-7 спасательную экспедицию. Ничего подобного история космонавтики не знала. Экипажу предстояло отправиться к мертвой станции, не подающей сигналов, которая к тому же хаотично вращается в пространстве. Нужно было состыковаться с ней и установить, возможно ли восстановление работоспособности. Риск был колоссальным. Космонавты могли столкнуться с неуправляемой станцией, могли состыковавшись застрять на ней навсегда, могли отравиться продуктами горения, если на Салюте-7 был пожар. Для подобной миссии нужна была специальная подготовка, но время для нее было крайне ограниченным. Баллистики предполагали, что Салют-7 будет медленно снижаться и примерно через полгода сойдет с орбиты. Тогда к потере станции добавится ее неконтролируемое падение, возможно, на один из крупных городов и даже на атомную электростанцию. Борт инженера для экспедиции выбрали сразу. Виктор Савиных имел за плечами 20 лет работы в ЦКБ, экспериментального машиностроения, бывшем ОКБ-1 Сергея Королева. Непосредственным руководителем Савиных был один из основоположников отечественной космонавтики Борис Раушенбах. Отдел Виктора Савиных занимался разработкой систем управления космических кораблей, оптических приборов для кораблей Союз и станций Салют. В отряде космонавтов не было человека, который знал Салют-7 лучше. С командиром экипажа было сложнее. Ему предстояло в ручном режиме состыковаться, как говорили впоследствии эксперты, с булыжником. Борт инженер проводил тренировки с несколькими потенциальными кандидатами, хотя имя главного претендента было известно. Дважды герой Советского Союза полковник Владимир Дженебеков имел за плечами четыре космических полета и репутацию человека, который способен в экстремальных ситуациях принимать единственно верное решение. Но Дженебеков вернулся с орбиты только в июле 1984 года и должен был пройти медицинскую комиссию на предмет возможного участия в новом полете. Когда медики дали Дженебекову добро на экспедицию продолжительностью не более 100 суток, стало ясно, что экипаж сформирован. Союз Т-13 прошел специальное переоборудование. Были демонтированы кресла третьего космонавта и система автоматического сближения, бесполезная в данном случае. На боковой иллюминатор был установлен лазерный дальномер, предназначенный для ручной стыковки. За счет освободившегося места были взяты дополнительные запасы топлива и воды, установлены дополнительные регенераторы очистки воздуха, позволявшие увеличить длительность автономного полета. 6 июня 1985 года в 10 часов и 39 минут по московскому времени Союз Т-13 стартовал с Байконура. О запуске в советской прессе сообщали, однако, о том, что речь идет об уникальной миссии не было ни слова. Лишь спустя несколько недель журналисты начнут понемногу рассказывать советскому народу о том, что этот полет, мягко говоря, необычный. 8 июня была запланирована стыковка с Салютом-7. Впервые в истории наведение космического корабля на объект обеспечивалось средствами советской противоракетной обороны ПРО. Понятно, что в середине 80-х и этот факт для прессы не предназначался. Дженебеков и Савиных успешно состыковали Союз Т-13 со станцией. Мы могли посмотреть друг на друга, не радовались, потому что этому чувству в наших лучших уже не было места. Напряжение, усталость, боязнь сделать что-то не так, когда уже ничего нельзя исправить. Все смешалось. Мы молча сидели в своих креслах, а соленый пот стекал по разгреченным лицам, вспоминал бортинженер первые минуты после стыковки. Опыт ручного управления у меня имелся. Не получилось бы состыковаться. Все грустно покачали бы головой и разошлись. По расчетной траектории через 2-3 дня Салют упал бы в Индийский или Тихий океан, а мы бы с Виктором спустились на землю, спокойно рассказывала происшедшим невозмутимый Владимир Дженебеков. Но это было только начало. Когда Союз Т-13 приблизился к станции, космонавты обратили внимание на то, что не работала система ориентации солнечных батарей, а это влекло за собой отключение системы энергопитания Салюта-7. Медленно ощупывая пустую холодную темноту, в космическую станцию вплыли двое в противогазах. Так, наверное, мог бы начинаться какой-нибудь фантастический триллер. Этот эпизод, несомненно, очень эффектно выглядел бы на кинопленке. На самом же деле увидеть нас было невозможно. Вокруг жуткая тишина, непроницаемая темень и космический холод. Такой обнаружили мы станцию Салют-7, которая к тому же теряла высоту, не отвечала на позывные с земли. В день, когда Дженебеков и Савиных зашли в Салют-7, командир бросил реплику, которую оперативно убрали из всех отчетов. «Колотун, братцы!» Станция не была разгерметизирована, и атмосфера ее не была отравлена угарным газом, чего опасались в ЦУПе. Но Салют-7 полностью замерз. Температура внутри станции была не выше 4 градусов тепла. Первую ночь, Памиры. Такой позывной был у экипажа Салюта Т-13. Провели не на станции, а в своем корабле. А в ЦУПе инженеры ломали голову над тем, какие меры по реанимации Салюта-7 можно предпринять немедленно. Было очевидно, что долго в таких условиях экипаж работать не сможет. С записи переговоров с землей зафиксировали и такой факт. В первые дни работы на Салюте-7 Джанибекова попросили плюнуть, чтобы проверить, замерзнет ли слюна. Командир экипажа плюнул и доложил. Слюна замерзла в течение трех секунд. На четвертый день полета при помощи двигателей «Союза» удалось развернуть солнечные батареи к Солнцу. Долго и кропотливо разбирались с химическими батареями, без которых нельзя было начать зарядку солнечных. 11 июня удалось зарядить пять блоков батарей и подключить часть систем станции. Это был ключевой момент. Если бы батареи не ожили, «Салют-7» пришлось бы покинуть. 12 июня Джанибеков и Савиных провели первый телерепортаж с борта «Салюта-7». Поскольку для советской общественности полет оставался плановым, а не аварийно-спасательным, космонавтов попросили на время эфира снять шапки. После окончания сеанса связи экипаж снова утеплился. По узлу, по агрегату космонавты возвращали станцию к жизни, и в благодарность за это «Салют-7» едва их не убил. По признанию Виктора Савиных, самый страшный момент случился тогда, когда начал таять лед на борту. В условиях невесомости вся станция покрылась тонкой пленкой воды. В любой момент могло произойти короткое замыкание, а вслед за этим пожар. О такой проблеме на земле не подумали, и средствами для уборки воды, то есть банальными тряпками, экипаж не обеспечивали. Пришлось пустить в дело все, что хорошо впитывало влагу, разорвать на лоскуты даже комбинезоны. Объем работы был большой, конечно. Электронных блоков около тысячи, и кабелей три с половиной тонны. Из-за того, что долго не работали вентиляторы, скопился углекислый газ. Приходилось часто прерываться и размахивать чем-нибудь, чтобы разогнать воздух. Но справлялись. А когда тяжело становилось, то шутили и дружно матерились, признавался Дженебеков. 23 июня 1985 года благодаря проведенным работам к Салюту-7 смог пристыковаться грузовой корабль Прогресс-24. Грузовик доставил дополнительные запасы воды и топлива. Оборудование для замены вышедшего из строя и для предстоящего выхода в космос. Экипаж не только продолжал ремонтные работы, но и начал проводить научные эксперименты. 2 августа Дженебеков и Савиных осуществили выход в открытый космос с продолжительностью 5 часов, во время которого были установлены дополнительные солнечные батареи и оборудование для проведения экспериментов. После этого стало окончательно ясно, что Салют-7 спасен. 18 сентября 1985 года к Салюту-7 пристыковался корабль «Союз Т-14» с экипажем в составе Владимира Васютина, Георгия Гречко и Александра Волкова. Предполагалось, что Дженебеков, отработавший на орбите разрешенные врачами 100 дней, вместе с Гречко вернется на Землю, а Савиных продолжит длительную экспедицию вместе с Васютиным и Волковым. Что касается истории о планировавшемся американцами захвате Салюта-7 при помощи космического корабля «Челленджер», то Дженебеков и Савиных относятся к ней скептически. Да, есть данные, что такая идея действительно была в НАСА, но решить эту задачу было чрезвычайно сложно. Поймать 20-тонный Салют, демонтировать с него солнечные батареи и приборы, закрепить и спустить на Землю. Такая миссия выглядит нереально даже в глазах тех, кто совершил невозможное, спасая мертвую станцию. А с вами был ВТЕХНО2. Всего вам доброго, берегите себя. Увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале.